Очередное перекрытие. На этот раз не только борцов с фурами, но и самих водителей. На связи со студией наш корреспондент Александр Кац. Он готов рассказать все подробности. Саша, здравствуй, тебе слово. Добрый день, студия. Сейчас мы находимся на объездной дороге в районе села Нерубайское. Здесь во время перекрытия произошел инцидент. Один из водителей, который все же пытался проехать, наехал на сотрудника полиции. В ответ сотрудники полиции применили силу, выбили окно, попытались достать водителя. Но инцидент закончился мирно. Сейчас составляются протоколы. А само перекрытие прошло около получаса. И сейчас уже возобновилось движение. Мы сейчас с вами попробуем общаться с участниками перекрытия. Я напомню, что сегодня вместе с нами, здесь вместе с жителями, находятся и представители транспортных компаний, водители грузовиков. А сейчас мы подойдем к местным жителям и узнаем дальнейшую судьбу перекрытия. Здравствуйте. Да, добрый день. Представьтесь нам, пожалуйста. Голова сельской рады Усатого Маковичук Юрий Иванович. Скажите, вот сейчас закончилось уже перекрытие. Что будет дальше? Какая дальнейшая? Смотрите, это не перекрытие. Мы призываем власти для того, чтобы соблюдались правила дорожного движения в температурном режиме и грузоподъемных средствах, которые движутся по данному участку земли, проезжей части. При въезде-выезде стоит знак ограничения снаряженной массы 24 тонны. И стоит знак нагрузки на 8 тонн. Температурный режим с 10.00 до 22. При температуре выше 28 градусов эти машины должны стоять в Астонниках и ждать 22, когда понизна температура. Этого не соблюдается. Мы сегодня с вами все ездим по дорогам и говорим о том, что дороги плохие, разбитые. Разбиваем мы их с вами. Потому что водитель сегодня, вот Астанинск показал транспортную складную, у него снаряженная машина груза 43 тонны плюс 12 машин. Посчитайте, 55 тонн. Да, нагрузка на ось у него 7 тонн соответствует. Но эти машины, которые сегодня ходят с 4-5 осями, на них установлена не спарка, как раньше было, сзади стоит машина, машинные колеса, а стоит одно. Они называют это бомбу. Это вся масса идет непосредственно на проезжую часть. Вы, наверное, сами видели, как на проезжей части создаются две колеи. Как в колхозе. Знаете, прошел дождь, проехал трактор и там уже две колеи. Вот так само у нас на дорогах. Возьмите, например, хотя бы ту дорогу, которая сегодня построена возле Лукоила. Она построена была в прошлом году, причем построена очень качественно, с изменением толщины посылающего слоя. Два слоя было составлено покрытие, асфальтобетонное покрытие, двух фракций, крупной и мелкой. И она сегодня превратилась в то же самое, в двухколейку. Так не может быть, понимаете. Мы сами обижаемся на то, что кто-то плохо делает, кто-то неправильно. А мы сами не спрашиваем себя. Сегодня водитель сидит и едет, и он за спиной держит 53-55 тонн. Скажите, пожалуйста, какая дорога может выдержать. Поэтому мы призываем в первую очередь водителей, во вторую очередь контролирующие органы, для того, чтобы ограничить проезд грузового транспорта, превышающий допустимую норму. Только в этом заключаются требования жителей. Мало того, по селу Усату установлено 24 тонны. Эта дорога строила в середине 20-го столетия. Самая большая машина в то время была, был ЗИЛ, грузоподъемностью 5 тонн. В 1976 году выпустили КАМАЗ, который был уже 10 тонн. Но сегодня машины по 50 тонн проезжают по населенному пункту, где дорога местного значения. Это не государственное значение дорога. Мало того, когда строился город Одесса, вырезался камень с нашего населенного пункта. Под этой дорогой частично находятся катакомбы, которые сегодня дребезжат. Мало того, что дорогу разбили за тот год, который мы ее отремонтируем из местного бюджета, она дальше продолжает руйноваться. Если мы такой дорогой войдем в зиму, весной по ней нельзя будет ехать, надо будет или приплывать, или, допустим, обходить какими-то другими соответствующими транспортными развязками. Скажите, удалось ли привлечь внимание властей? Что планируете дальше делать? Ну, мы все-таки думаем, что власти нас услышат. И, конечно же, власти, мало того, эксплуатирующие предприятия, в которые в основном едут эти большие грузы, это в порт, они тоже сядут за стол переговоры. Мы думаем, все-таки найдем компромисс на решение этой проблемы. Сегодня с вами вышли представители компаний-перевозчиков? Компания-перевозчиков были с нами одни. Они за нас. И они не то, что за нас, они за здравый смысл, который должен победить. Также были представители морского порта, которые тоже готовы к сотрудничеству. У них есть свой план. И они понимают, что без решения проблемы, которая должна быть, дорога построена, заезд в порт, эта проблема не решится. Тем более, что те транспортные средства, которые с порта загружают контейнера, там допустимая грузоподъемность, то это еще полгода. Но самая большая проблема – это в тех машинах, которые везут сыпучие грунты, которые не взвешены. Вы же видели, наверное, в Ютубе есть выставлен сюжет, который в Николаевской области зерноводц подкрывал борта и высыпал просто зерно на землю. Скажите, какие у вас дальнейшие действия вот сегодня? Сегодня мы заканчиваем эту нашу мирную акцию. Я думаю, что сегодня люди вышли, поработали. Но беспокоит другое, что люди теряют свое время, теряют, ну, всякие, надежда, наверное, тает, потому что в течение пяти лет эта проблема пока не сделана с мертвой точки. Пожалуйста, всего доброго вам. Студия, я напоминаю, что мы сейчас находимся на объездной дороге в районе села Нерубайска. Здесь проходило перекрытие. Сейчас мы можем с вами немного пройтись и посмотреть, какая ситуация на дороге. Как мы видим, машины понемногу пропускают. Здесь сейчас стоит та машина, с которой случился инцидент. Мы видим, с рулем там сидит водитель. Они сейчас составляли протоколы с полицией и дальнейшие действия. Мы можем попробовать подойти к водителю, если он захочет с нами пообщаться. Добрый день. Скажите, не могли бы вы нам промокомментировать ситуацию, что произошло? Давайте потом, ребята, у меня шок. Он даст только сейчас поговорить. Сейчас водитель разговаривает по телефону, студия. Спасибо, Саша. Ждем от тебя подробный материал. Я напомню, это был наш корреспондент Александр Кац. Все подробности уже в следующих выпусках новостей.